Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сангейтс продолжает свою программу и у нас сегодня в студии гость доктора Айбек Исзатов, основатель Всемирной массажной ассоциации World Massage Therapy, автор нескольких книг и мы продолжаем беседы о тибетской методике излечения и сегодня у нас такая третья передача и Айбек тебе слово Здравствуйте Миша, здравствуйте дорогие радиослушатели, спасибо за ваши отзывы, были какие-нибудь отзывы или нет? Ну просмотров было достаточно много, ну как бы не в этом дело, а дело наверное в том, что пока наверное непонятно, Поскольку очень много непонятной терминологии, какой-то во-первых, не по-русски оно звучит, во-первых, во-вторых и медицинское в то же время, поэтому у меня от тебя просьба, когда будешь это обращать на это внимание и трактовать так, как в общем-то, чтобы было понятно простому человеку, который слушает наши программы Хорошо, значит, ну тогда будем потихонечку продолжать? Да Окей Значит мы остановились на главе второй, а главе третьей обычно, об основной жизни Ты помнишь, я там рассказывал об кратком содержании, там, как он начал объяснять всё, что надо учить именно, чтобы стать врачевателем? Да В общем, затем Риша Манасиджи обратился к Риши Виджьядняне Значит, Виджьядняна это воплощение души Бхазаджи Гуру, которая представляет медицину Ты помнишь, как он был, вошёл в самадхи и всё Значит, он обратился так Так, о учитель Риши Виджьядняна, как выучить нам из джудши тантру основ? Пусть исцелитель царь лекарей нам расскажет Тогда воплощение души Риши Виджьядняна произнёс такую речь О Великий Риши Манасиджи Сначала учит место краткое изложение тантры основ От трёх корней отходит девять стволов На них растут сорок семь ветвей Листьев распускается двести двадцать четыре Ярких цветов и плодов созревает пять Вот краткое изложение тантры основ А если рассказать о ней подробно То главное, это тройка Болезни, силы тела и нечистоты Значит, главное, это тройка Болезни, силы тела и нечистоты Понятно? Да Более-менее Да, так если разобраться, то действительно Это три вещи, которые нужно, необходимо знать Силы тела, это иммунитет Значит, нечистоты Ну, это токсины Байпродокс, да Продукты обмена Продукты обмена веществ, да А болезни, это следствие вот этого Дисбаланса между этим двоём Значит, от того, находятся ли они в обычном состоянии Или изменились, зависит быть телу Или ему разрушиться Значит, тоже ясно Если они в обычном состоянии То есть, балансировано Токсины И силы тела То, естественно, разрушения никакого не будет Болезни три Ветер, желчь и слизь Ну, хотя болезни Мириады есть болезни Но просто здесь, как бы Обобщается Значит, болезни ветра Имеют свою особенность Желчь и слизь Другую особенность Значит, обычно в Аюрведе Ветер, это вата, желчь Это пита И слизь, это капха И когда больше ветра Или меньше ветра То соответствующие заболезни Если больше желчи То, естественно, начинает разрушение Значит, печени, кишечника А слизь, она скапливается И затрудняет движение Всех, значит, сил тела Держатель дыхания Это бегущий вверх Проникающий ровный огонь Очищающий вниз Пять видов ветра Переваривающая Цвет изменяющая Притворяющая Дающая зрение Ясный цвет Пять видов желчи Опора разлагающая Вкусовая Насыщающая Соединяющая Пять видов слизи Прозрачный сок Кровь Мясо Жир Кости Костный мозг Семя Эта семерка Называется Телесные силы То есть практически То же самое Что и в Аюрведе Это называется Значит, тхату Это Основа тела Ткань Что постепенно происходит Там Из плазмы Образится кровь Из крови мясо Из мяса жир Из жир Кости Потом костный мозг Семя И уже Оджис Практически То же самое Все виды Праны Все виды Желчи То есть Теджис Это по Аюрведе И значит Слизь Квинтэссенция Слизи Это Оджис Значит, практически То же самое То же самое Что и в Аюрведе Видимо Это такое Как бы Единственное Правильное Умозаключение По отношению Значит Въявление Функции Человеческого Организма Организма Значит Образ жизни Если они будут Существовать То будут Расти Если они будут Существовать То будут Расти А в противном Случае Будет Вред Для всех Значит Причин Порождающих Болезни Три Это Условий Благопривязывающих Им Четыре Входных Дверей Шесть Войдя через них Болезни располагаются В верхней Средней Или нижней Части Тела Дорог Продвижения Болезни Пятнадцать Возраст Климата Время Имеет Девять Особенностей Я думаю Что Простым Таким Людям Которые Знаешь Для интереса Смотрят Это Будет Практически Неинтересно Потому что Здесь Это Как бы Наука Получается Ну Я первоначально Думал Что да Может Будет Интересно Но Сейчас Я Понимаю Что Простое Пересказывание Текста Будет Очень Сложно Слушать И Вообще Может Быть Есть Смысл Да Простое Пересказывание Текста Это Скорее Больше На Тех Людей Которых Это В общем-то И Интересует Во-вторых Это Специфическая Все-таки Вещь Если Брать Скажем Вот эти Изложения И его Транскрибировать Или что ли Переводить его На понятный Всем язык Тогда Может Было Было бы Проще Вот скажем У нас Есть Три Вот Загриняющих Составляющих Которые Перечислены Это Кал Моча И Пот Какие Есть Способы Вывода Это Из Организма Ну Есть Ты Когда-то Очень Давно Я Помню Мне Самому Делал Массаж Свой Тянь Аньмо И Ты Как раз Таки Вот Все Токсины Эти Пускал В кровь А потом Они Должны Были Выводиться А вот Какие Способы Допустим Есть Выведение Этих Нечастот Из Организма То есть Есть Какие-то Очистительные Процедуры Есть Аэровидический Массаж Панчикарма Это То Которое Я Неоднократно На себе Проверял Но Расскажи Хотя бы Об этом Какие Есть Методики Вывода Значит Ты так спрашиваешь Мне же смешно Почему Потому что Это Комплексная Значит Это комплексный Процесс Такой Ну хорошо Поехали Прямо сначала Ну хорошо Нет проблем Допустим Если Кишечник Если Допустим У человека Понос Сочетающий Запорами О чем Это говорит Что Выделение Да Действительно Происходит Но Токсины Все равно Остаются Почему Потому что Здесь Явно Налицо Нарушение Всасываемой Способности Кишечника Толстого Кишечника По Ряду Причин Пример Дисбактериоз 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 Это вторично Все Первично Знаешь Я всегда Людям Говорю Что Ну Они Жалуются На Проблемы Там С Повышенным Холестеролом Пониженный Уровень Витаминов Дело Дело в том Что Стареет Кишечник Так же Как и Стареет Наш Тело Тело Кожа Начинает Висеть И все Такое Морщиниться То же самое Происходит Кишечником Но Он стареет Быстрее Чем все Остальное Поэтому Что возникает В этом случае Теряется Тонус Возможность Организма Значит Функционировать В возрасте 20 лет И в возрасте 60 лет Понижается На процентов 70 Почему Потому что Объем Циркулирующей Жидкости В организме В 20 лет Составляет Около 7-8 Литров А 70 Это будет Около Трех Литров Может Четыре То есть Значит Происходит Такое Сдувание В наше Тело За счет Чего За счет Того Что Оно Не способно Удерживать Значит Объем Жидкости В таком Количестве В котором Она Удерживала В молодости И Это Зависит От многих Факторов Понимаешь Сделав Чем Значит Основным Фактором Является То Что Несмотря На то Что Все Ткани Кроме Костной Является Мягкими У них Есть Свой Скелет Этот Скелет Формируется За счет Значит Функции Клеток Которые Вырабатывают Коллаген Когда Эти Клетки Перестают Вырабатывать Коллаген Скелет Кожи Скелет Сосудов Скелет Кишечника Становится Недостаточным И Значит Происходит Так Сказать Меняется Его Тургер Меняется Его На русском Тяжело Что-то Стало Говорить Потому что Видимо Не общаюсь Могу По-русски В общем Лечение Лечение Довольно Простое Кому Интересно Можете Значит Контакт Проконтактировать И как Как это Интересно Обратиться К нам Контакт Я могу Озвучить Это Тройное W Сангейтс Сангейтс Радио Дот Кам Это 847 226 9956 В общем-то Если Кто Этим Интересуется И кто Хочет Конкретно Задать Вопрос То ли Айбеку Изатову Да Чуть Сейчас Скучно Так Потому что Никто Никто Не звонит Но у нас Программа Не объявлена Сколько Программы У нас Такие Спонтанные И Это Даже Не радио У нас Гости В студии Редко Сегодня Появляется У нас Все В основном Происходит На интернете Вся Жизнь Проходит На интернете Да Сейчас Никто Никуда Не ходит Все В интернете Кино Смотрят Концерты Смотрят Все Что Хочешь Пиццу Заказывают Да Секс Даже На интернете Серьезно Серьезно Говорят Да Виртуальный Вот А что там Все Нормально Ужишь Да Сейчас Мы к этому Идем Это В этих Фантастических Рассказах Я помню Читал Летом Не знаю Много тому назад Вот Это все Происходило Теперь Вот Реальностью Стало Все Поэтому Скучно Как скучно Ну так Мы же Пока готовим Публику Разогреваем А потом Мы планируем Делать Живые Такие Вот Сессии Живые И на Ютюбе Вот на Ютюбе Смотрят Очень много Кстати Да У тебя Канал Есть Более 100 Тысяч Подписчиков Ну это Другой Этот Стайл Так сказать У тебя Другой Стайл Значит Тип Я бы Сказал Видеороликов Значит Действительно Люди Слишком Вдались Вот в эти Электронные Электронные Так сказать Миша Ты хочешь Что-то Спросить Ну Мы В общем-то Спросить Я много Чего могу Но У нас Как бы Программа Идет По Книжке По Тибетской Да Вот Поэтому Ну Когда Понимаешь Когда Нет Отдачи И не Интересно Чего Ну Видимо Действительно Кому Это Интересно Хотя Здесь Много Вещей Которые Я считаю Каждый Должен Знать А Вот Я Сейчас Смотрел Видеоролик Значит Какой-то Иншурсной Компании Статистику Просто Мне Нужно Было Узнать 50% Взрослого Населения Америки Имеет Одно Хроническое Заболевание 25% Взрослых Значит Перешедшие Границу 40 лет Приобретают Хроническое Заболевание 70% Людей Которые Перешли В возрасте 65 лет То есть Пенсионный Возраст В Америке 70% Обречены В Нюрсингхомы Ты представляешь Какое-то Какое-то число Больных Людей Хронически Больных А знаешь Что такое Хроническое Заболевание Это же Это вот Постоянная Боль Постоянное Ощущение Того Что ты Неполноценный Это половина Взрослого Населения Мы вчера Беседовали С доктором Увайдовым По поводу Раковых Заболеваний Причина Раковых Заболеваний Ну Ты наверное В курсе Да О том Что у нас В Соединенных Штатах Вышел фильм Несколько Частей Девять По-моему Частей Truth about Cancer Нет На ютюбе Есть Все эти части Огромное Количество Интервью С врачами Докторами И пациентами А что-то такое было Года два назад Да Ну оно началось Где-то так Да В четырнадцатом По-моему Году До этого В общем-то Было еще раньше Был художественный Типа Ну как документальный Фильм Но в одной части А сейчас Вот такие Вот он Продолжается Идти Соды Лечит Да Девять Нет Не в этом Дело Лечит По-разному Лечит Но Вопрос в том Что Очень и очень Много Заболеваний То есть Его доктор Уайдов Говорит Что практически Это Каждая вторая Третья Семья Болеет Кто-то там болеет Раком Причем там Типа такого Что если кто-то заболел Так там чуть ли не все Уже начинают болеть В этой семье Поэтому Хронические заболевания Это тоже Они считаются Неизлечимыми И хронические заболевания Лечатся Потому что Причина-то Совсем Другим И врачи Ищут Медики Ищут причины Не там Где они есть Лечат Как мы знаем Следствие Вот Поэтому К сожалению Это действительно Это реальность Но он Во многом Описывает Это что Генетически Модифицированные Продукты Неправильное Питание Пастеризованные Там Какие-то Естественно Естественно А что еще Что еще у нас есть На что еще можем Пожаловаться Кроме на питание Ну Мы можем пожаловаться На питание Мы можем пожаловаться На экологию Мы можем пожаловаться На соседей Которые не дают Нам нормально Спать В общем В принципе Пожаловаться Толку Никакого Пожаловаться Мы можем Жаловаться Вот у нас Пища такая Нехорошая А с другой стороны Знаешь Люди Которые живут В Африке Им такую пищу Только мечтать Знаешь Поэтому Я не думаю Что это проблема Ну есть Конечно В пище Все Но организм Он же все-таки Приспосабливается Это все В силе Пищеварения Если человек Здоровый Он может Кушать Знаешь Траву Всю жизнь У него будет Хорошее пищеварение Он будет Нормально жить Поэтому Все дело в том Что Коэффициент Полезного действия Пищеварения Он напрямую Зависит От Значит Качества сна Напрямую Зависит От Качества Ваты Кстати Хотя это Не доказано Но Я считаю Что вода Тоже имеет Ну вода Без сомнения Имеет значение Да И с другой стороны Естественно Значит В некоторых странах Действительно Больше кенсера Рака В некоторых странах Больше Допустим Множественного Склероза В других странах Больше болезни Значит Крона Там Неспецифический Язвенный Калит И Нужно смотреть Какую-то Закономерность В этом Плаве Окей Но я тебе одновременно скажу Что Я вот столько лет Изучаю Все это Ну я сдавал Все эти тесты И прошел Практически Все Современного Американского Врача Работаю В американском Офисе Я смотрю Что Понимаете В чем Что все Таки Есть Лечение Таких Серьезных Заболеваний Как Рак Без Значит Вот этих Вот Серьезных Таких Вмешательств Химотерапии Можно Но если Осторожно Поэтому Я планирую Может быть Знаешь Когда уже Появится Возможность Я планирую Сделать Такой Центр Где Люди Могут Восстанавливаться Без Всяких Ну Это Здорово Замечательно В принципе Мы Уже Сейчас Уже Где-то У нас Это Как-то Это Делается И мы Приглашаем Людей В том числе И ты Сюда Приходишь Поэтому Ну Для начала Прежде чем Приступать К любому Виду Оздоровления Или Лечения Надо Чтобы человек Понимал О чем Идет Речь То есть Надо Образование Поэтому Надо Человека Образовывать Во всех Вариантах И специалисты Которые Это и делают У нас Есть Такие Специалисты В центре Сангейс Ну И вот Ты часто Приходишь И Очень Интересные Методики Которые Помогают Естественно Столько Лет Причем Это Комбинация Естественно Восточного Подхода И западного Подхода То есть Никто Не отметает То Что Надо Ити К врачам К современным И обследоваться И Принимать Лечение Но В то же Время Надо Понимать Где Корни Находятся Абсолютно Верно Нужно Смотреть В корень Так сказать Потому Что Ну Смотреть В корень Это Не каждому Дано Это Человек Должен Обладать Таким Сильнейшим Актуальным Разумом Значит Когда я Говорю Актуальный Разум Это Разум Который Может Дискриминировать Значит В себе Самсары То есть Значит Впечатления Которые Принты Да Которые Впечатления Которые Человек Получил В Значит В качестве Неинтернализированной Информации И Это Все Блокирует Значит Нормальный Актуальный Разум Видеть Вещи Как Они Есть Понимаешь Поэтому Для этого Нужно Медитировать Для этого Нужно Точить Разум Человек Должен Четко Понимать Что Есть Это Что Есть То И В этом Смысле Он Значит Потихонечку Сформирует В себе Проницательность Благодаря Этому Он Может Естественно Избавиться От Многих Проблем В том Числе И Проблем Со Здоровьем Ну Это Одна Из Главных Проблем На самом Деле Потому Что Ну Если Не здоровье Так Очень Трудно Потом В общем Так Функционировать Так Я Иногда Думаю Допустим Сейчас Медицина Все-таки Развивается Но Она Естественно Придет Кризису Благодаря Своей Значит Благодаря Своей Расточительности В В частностях Понимаешь Поэтому То есть От лечения На детали И нету Главного Да Да Она Все равно Придет Кризису Но Естественно Есть люди Которые Видят Это И Значит Не зря Формируются Определенные Ассоциации И Делаются Конференции Для того Чтобы избежать Это Но Несмотря Ни на что Человек Всегда Должен Быть Значит В модусе Благости Он должен Определять Что он Должен Делать Что Он Не Должен Делать Что Он Должен Кушать Что Он Не Должен Кушать Когда Он Должен Пить Это Все В ответственность Человека Который Управляет Этим Телом Потому Что Это Тело Он Должен Содержать Значит В чистоте Вдали От болезней И Он Полностью Берет На себя Ответственность За свое Тело Поэтому Человек Который Ответственный В этом Плане Он Естественно Не допустит Заболеваний Не допустит Значит Не только Проблем Я бы сказал В материальном Плане Но и Естественно Он придет К Самому Высшему На этой Земле То есть Самое Высшее На этой Земле Это Определение Своего Предназначения В общем Я думаю Мы закончим Да Эту Тему Или Как Ну Я Считаю Что Мы можем Как-то Трансформировать Да Потому что Это скучно Я такой человек Если у меня Что-то не получается Я этим не занимаюсь Все правильно То есть Мы можем Просто Скажем Вести вот такие Вот беседы И беседы Как раз таки Поскольку Ты все-таки Врач То беседы И не только Врач Но ты еще И занимаешься Восточной культурой И разбираешься В ней очень хорошо Поэтому Мы можем Просто делать Такие беседы О здоровье Или О своем Предназначении И все Это называется Образование То есть Ты совершенно Прав То есть Образование Человека Это понимание Кто он И что он Это именно Свое предназначение Это понятие Как мы Это даже У доктора Увайдова Который относится К категорию Западных врачей То есть Восточной культурой Он разбирается Как бы Но опять же Он всю жизнь Прожил здесь И никогда не был На востоке Но тем не менее Он отмечает И меня это Как-то приятно Даже В общем-то Удивило О том Что человек Это божественное Все-таки Создание Это Это три единства То что мы Все время говорим В наших программах Это тело Дух Душа Body Mind Spirit И это Это очень важно Понимать Поэтому Предназначение Где В этой жизни Предназначение Этого физического Тела Предназначение Для чего Мы пришли В эту жизнь Именно в этом теле Это одно Но понимание Того Что потом Произойдет Это уже Гораздо Это выходит За пределы В общем-то Того чего Нас учили В школе И От кого Мы произошли От наших Давних предков Я считаю Что Человек Получив Человеческое Тело И При этом Прогуляв Все уроки На земле Я считаю Это человек Значит Ну не то Что недостойно Уважения Это человек Просто Напросто Но человек Это который Живет В тамосе Тамос Это и есть Невежество Невежество Это незнание Это ничего Такого плохого В этом слове Нету Но Опять же Для того Чтобы Как говорил Сократ Ты знаешь Что я ничего Не знаю Но тогда Появляется Возможность Что-то узнать А вот Когда человек Говорит Я знаю Я не верю Я знаю Лучше Почему-то Потому-то Но тогда К сожалению Сложно Сложно Я хотел Сказать Что Понимаешь Есть Возможность Дан Шанс Тебе Есть Практически Все инструменты Чтобы Значит Развиться В этом плане Да Но если Человек Это игнорирует Это просто Слепой Человек Поэтому Это правда Это правда Даже мне Вот Я на детей Смотрю Они теряют Время Я думаю Как можно Вот просто Так Терять Время Понимая Что Жизнь Скоро Кончится Что Это все Не навсегда Как можно Таким Бестолковым Быть Таким Как это По-русски Ну так Не безответственным А как это В общем Ну почему Careless Как это Беззаботным Беззаботным Таким Человеком Это же Знаешь Что Это все Пройдет Знаешь Что Вчерашний день Никогда Не будет Больше В твоей Жизни И Иногда Обидно За таких Людей Но Хотя Я иногда За собой Тоже Я вновля Но Нужно Всеми Усилиями Все Что У тебя Есть Нужно Каждый День Жаждать Познания Истины Абсолютно Правильно Ну вот Думаю Объект На этом Надо Закончить Нашу Программу Потому что Познание Истины Это и Есть Наше Предназначение У кого Каждого Так сказать Свое Я Что могу Предложить Дорогие Друзья Те Кто Нас Сегодня Будут Смотреть В записи Те Кто Нас Слушают Можете Обратиться К нам Задать Вопросы И Предложения Как Формат Наших Программ С доктором Айбеком Изатова Может проходить То есть Конечно Было бы Хорошо Если бы Мы Как-то Общались Не просто Вот Майкл Мелихов И Айбек Изатов А чтобы Кто-то Еще Задавал Вопросы И тогда Будет Живее Поэтому Мы Вот Тут Подумали Опять же Объект Даже На своем Стуле Чуть Не Упал Да Вот Подумали Да Что Мы Сделаем Это Вживую То есть Мы Это Сделаем Через Сейчас Есть Такие Возможности Через YouTube Канал Мы Сделаем Такой Life Event То есть Живую Такую Программу Дадим Ссылочку И тогда Все Желающие Могут Подсоединиться И Задавать Свои Вопросы Ну Вот Таким Образом Ну Это Будет Мы Подготовимся И Всем Дадим Такую Ссылку Пожалуйста И Готовьтесь И вы Тогда Обег Да Спасибо Большое Спасибо Миша Спасибо Зрителям И Радиослушателям Да Дай бог вам Здоровья Да Дай бог нам Всем здоровья И вам Тоже Хорошо Дорогие Друзья На этом Программа Этот Сегмент Наш Интернет Портала Заканчивается Мы Всех Благодарим И До Новых Встреч Всего Доброго До Свидания До Свидания Субтитры